Ситуацию с Ивановской ДСК правительство берет под личный контроль. Состоялось заседание Межведомственной комиссии по мониторингу финансово-экономического состояния предприятия. ДСК, переживая далеко не лучшие времена, компания задолжала 30 миллионов рублей налоговых платежей, 348 миллионов во внебюджетные фонды, долг перед газовщиками около 5 миллионов. Сократились объемы производства железобетона. Вместо 12 тысяч тонн в месяц – около 2 тысяч тонн. Численность сотрудников упала почти на 30%. Снижение объемов строительства, снижение объемов выпуска автоматически повлекло за собой уменьшение заработной платы, что вызвало отток кадров. Как такового сокращения по предприятию не было. Займы ДСК составляют больше 5 миллиардов рублей, тогда как сумма привлеченных средств – 4,8 миллиарда. В связи с этим компания не в силах исполнить взятые на себя обязательства перед гражданами, хотя сроки сдачи объектов в эксплуатацию перенесены почти на два года. По состоянию на 15 октября на семи объектах, строительство которых осуществляет Ивановская ДСК, работа приостановлена. Они не завершены, и мы прогнозируем, что даже с учетом тех сроков, которые Ивановская ДСК предпринимала по переносу, то есть тех действий, которых ДСК предпринимал по переносу сроков, они в установленные сроки также не будут завершены. Риск нарушения сроков ввода в эксплуатацию существует еще по четырем объектам. Власти предпринимают все меры, чтобы помочь компании, достигнуты договоренности о реструктуризации долгов. Свет, газ и вода на предприятии есть. Справиться своими силами без привлечения капиталов инвесторов или помощи со стороны федерального правительства ДСК не сможет. Мы посчитали, что нам для того, чтобы достроить дома по Ивановской области непосредственно в заявленные сроки до 2017 года, нужно минимальное финансирование 100 миллионов в месяц. Даже если сейчас нас полностью завалят деньгами, завалят материалами, нам нужно время для того, чтобы его просто выпустить. Мы можем нагнать спецработы, мы можем поставить маляров, они как бы могут работать там на каждом квадратном метре, но выпуск железобетона мы ускорить не можем. Есть технологический цикл, есть оборачиваемость форм, есть оборачиваемость изделий, поэтому здесь просто все уже подвержено чистой математике. Губернатор лично решил войти в состав правительственной комиссии по решению вопроса СУ-155. Первое заседание под руководством министра строительства ЖКХ Михаила Меня пока не назначено. Все, в общем-то, этой ситуации обеспокоены и прекрасно понимают, что она требует федерального вмешательства. В пятницу я также проинформировал об этой ситуации председателя Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Как человек, который возглавляет палату, как говорят, регионов, надеюсь и на ее поддержку в этом вопросе. Местные власти разработали ряд мероприятий, направленных на защиту интересов дольщиков ДСК. Чиновники планируют регулярные встречи с инициативной группой, также в перспективе проверка застройщика на предмет соблюдения законодательства в области долевого строительства. Своё мнение о ситуации на заседании высказали и сами пащики. По их мнению, спасти ситуацию может только национализация предприятия. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.